Здравствуйте! На часах ровно семь, а это значит, что наступило утро нового дня. Доброе, доброе, доброе утро! И сегодня с вами Артём Андроновский и Александр Карнович. Утро не только доброе, но и особенное. Сегодня, Саш, среда. Среда это уже, ну прямо точно и официально, маленькая пятница. Ну, не знаю, как для всех остальных, а у меня всё-таки разгар рабочей недели. И думаю, что может быть, ну у нас с тобой это однозначно, что она рабочая, но может быть и все остальные сейчас будут просыпаться в своих кроватях. А всё-таки кто-то посмотрит в окно и пока ещё ничего не увидит, потому что темно, а кто-то просто заварит чай и будет наслаждаться этим февральским утром. Темно не темно, но зато ярким солнышком светит наша передача. Мы покажем вам много чего интересного, а главное, расскажем о самых последних и актуальных новостях. Да, вот с чего мы сейчас и начнём. Время жизни. Скорая помощь Симферополя опаздывает на каждый пятый выезд. Это данные Крымского центра медицины катастроф. Причины – пробки, бетонные блоки во дворах и дефицит специалистов. Бригады работают на износ. Не хватает две трети медиков. Дмитрий Попов провёл день с врачами скорой и увидел, в каких сложных условиях спасают жизни специальный репортаж. Да, я слушаю, доктор. Ивана Собещанская принимает вызов. Где находится пострадавший? В каком он состоянии? Надо ехать, а машин не хватает. Медицинский колледж. Там девушки тахикардии теряют сознание. Вот здесь у нас кардиология, кардиодиспансер. Наш вот Гагарина 15А. Здесь у меня лежат два вызова. Лежат ещё. На мониторе красными квадратами обозначены экстренные вызовы. Чтобы на них прибыть, отводится не более 20 минут. Зелёными – неотложные второстепенные. Свободная бригада выезжает на улицу Кичкемецкую. У пожилого человека гипертония. Проблема у бригады скорой помощи начинается на самом выезде. Вот, например, знак «Стоянка запрещена». Многие водители его просто игнорируют. И пробка здесь дело привычное. По словам медикам, сложнее всего передвигаться по городу утром и вечером. Час пик. Во дворах мешают бетонные блоки и припаркованные авто. А на дороге машину с красным крестом пропускают не всегда. Попадаются такие наглые водители. В основном молодцы. Трудно найти нужный дом, если он без номера. Но в этот раз в норматив чудом удалось ложиться. На этот вызов мы выехали без пяти минут в час. Так как сейчас середина дня и нету пробок, добрались ровно за 20 минут. А расстояние смешное. Чуть больше километра. Врачей не встречают. Дорогу нашли сами. Готовят оборудование. Да, сейчас достаем тонометр. Эдуард Кацуба еще утром чувствовал себя хорошо. Решил заняться домашними делами. Поднялось давление и заболело сердце. С юности здоровье не берег. Активно работал, активно. И не обращал на себя внимания. Давление 180 на 90. Это было, мне казалось, нормально все. Врачи анализируют состояние пациента. Диагноз – аритмия. Дальше определяться. То ли мы его на дому оставим, сообщим в поликлинику, либо в больничку поедет. Сразу на следующий вызов. На улицу Киевскую. Кадрима Мета в полжизни работает врачом скорой помощи. Таких выездов за сутки до 20. На обед времени никогда нет. На станцию заезжают только, когда нужны медикаменты или расходные материалы. У нас вот детская реанимация, взрослые. Дефибриллятор, кислород. Каждый выезд – шаг в неизвестность. Иногда ситуация бывает нештатной. Сложнее всего общаться с пьяными. Агрессия, маты и все такое. Не трогайте мне лучше, чем всем. В ответ только приемы дипломатии. Такие стрессы зарплата не компенсируют. Итог – серьезная текучка кадров, потеря ценных специалистов. Бывают и ложные вызовы. Позвонила женщина, сказала – задыхается. Приехали. Оказалось, человек душевно больной и в скорой помощи не нуждается. А того, кто реально нуждается, иногда трудно найти. Например, нам сказали, что ДДП произошло на территории агроуниверситета. Машину пострадавшего мы обнаружили на обочине, не доезжая до него. Врачи в этом случае приехали быстрее, чем сотрудники ГИБДД. Скорую вызвали участники аварии, которые отделались легким испугом. Идем, идем. И вдруг – бах! Удар! Я даже не поняла ничего. Другая машина улетела в Кювет. Медики быстро выясняют состояние водителя. Он недавно пережил инфаркт. Сведения пострадавшим передают сотрудникам ГИБДД. Закрытая черепно-мозговая травма. Да. Сотрясение головного мозга. Следующий выезд – Симферопольский район. Там своих карет скорой помощи не хватает. В наличии ровно половина необходимого транспорта – шесть. Заезжаем в село Богдановка. Дороги нет. Скорость сбрасываем. Секунды теряем. По селу ехали почти столько же, сколько по трассе. Нина Горелик жалуется на боли в сердце. В ожидании нервничала. Ей тяжело говорить. Стина-кордея. В это время продолжается прием вызова в диспетчерской. Машин нет. Наша за городом. Все эти машины на вызовах. Наверху бригады. Они свободны и готовы в любой момент поехать. Свободны сейчас только? Нет. Это на ремонте. Скорая помощь Симферополя опаздывает на каждый пятый выезд. Это данные Крымского центра медицины катастроф. Бригады недоукопликтованы. Третьих специалистов не хватает. 80% персонала работают в 2-3 смены. Работает порядка 25 бригад в сутки. Норматив, который утвержден Российской Федерацией, это одна бригада на 10 тысяч населения. То есть полагается не менее 36 бригад скорой помощи. Поэтому нагрузка на бригады большая. В руководстве понимают, что в переменах нуждается и кадровый состав, и техническое оснащение. Будем обеспечивать станции модулями. Мы начали программу капитальных ремонтов. Улучшим условия работы людей, повысим престижность профессии, и люди к нам потянутся. Рассматривают возможность увеличить и суммы стимулирующих выплат. В экстренных случаях готовы вызывать свободных специалистов и бригады из других городов. От каждого из решений зависит главное. Скорость скорой помощи, а значит время для спасения жизни. До чего дошла наука? Оптические вихри, сверхточные лазеры и наноантенны. В Крымском федеральном университете работают над современными технологиями. За год ученые создали аналог солнечной батареи. В процессе разработка защиты микросхем от повреждений. Поближе с миром физики и электроники познакомилась наш корреспондент Елена Байрамова. Аспирантка Яна Акимова в этой лаборатории изучает свойства оптических вихрей. Они способны обнаружить дальние планеты и не только. Подобные лучи могут использоваться непосредственно в медицине для диагностики раковых заболеваний, так как при прохождении различных средств они меняют свои свойства. Ученые всего мира, в том числе и крымские, активно изучают нанотехнологии. Приставка «нано» означает одну миллиардную долю. С каждым годом устройства становятся компактнее, при этом их мощность увеличивается. В мире происходит повсеместная минимизация, поэтому следует также и изучать возможность минимизации защитных слоев этих интегральных микросхем. Поэтому мы сейчас и работаем в данном направлении, конкретно пытаемся разработать специальные защитные слои, которые позволят создавать конкретную микросхему уже со встроенной защитой. Но прежде надо изучить и провести анализ поверхности предмета. Это делает тонкая, встроенная в оптический прибор иголочка. Информация выводится на экран. Одно из последних достижений Крымского федерального университета имени Вернадского – разработка наноантенны. В России на нее уже получили патент. Вот это у нас существующие наноантенны, а это наша теоретическая разработка, усовершенствованная наноантенна, разработанная нами. Такой научный прорыв нашим ученым удалось сделать за год. Один из авторов изобретения – Дмитрий Полетаев. Данная теоретическая разработка позволяет нам с высокой эффективностью, выше, чем существующие аналоги, преобразовывать световое излучение в электрический тон. Наша конструкция отличается простотой и возможностью легкого изготовления. К сожалению, пока мы не сделали экспериментальный образец. Однако у нас есть планы, у нас есть лаборатория для того, чтобы ее изготовить. Для этого есть возможности и ресурсы. Воплотить идею хотят через год. Это известная рупорная антенна, которая применяется в науке и технике с середины 20 века. А наноантенна, которую разработали ученые ГФУ, отличается от этой тем, что она будет намного меньше и будет работать как высокоэффективный аналог солнечной батареи. На этом крымские ученые не остановятся. На проект наноантенны планируют получить еще и международный патент. Елена Байрамова, Ситмимед Кукчиев, Новости 24. А еще сегодня встречают в аэропорту Симферополь детей из Башкирии. По договоренности главы республики Крым Сергея Аксенова и в Рио главы республики Башкортостан 500 детей из города Сибай будут оздоравливаться в Крыму. Первые 125 детей и 15 взрослых прибывают сегодня в аэропорт Симферополь в 10 часов. Почему будут оздоравливаться? Потому что в городе Сибай сложилась сложная экологическая ситуация. Правильно, конечно. Пусть прилетают в Крым и их встретим максимально радушно. У нас тут действительно полезный, хороший, чистый, свежий воздух. А главное, тут есть чем заняться. Ну и здорово, что детей тоже к нам везут, что такая взаимовыручка, взаимопомощь происходит между регионами. Да, конечно, однозначно. Так вот, по поводу чем заняться. Здесь есть не только на что посмотреть, но и что послушать. Все верно, я говорю про наших коллег с радио. И прямо сейчас мы с ними на связи. У нас сейчас прямая связь с телестудией. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня обсуждаете? Ну, сегодня обсуждаем. Вот первый час у нас очень важная тема, которая волнует, я думаю, всех из симферопольцев. Ну, не только симферопольцев. Ну, сегодня конкретно по симферополю. Работа общественного транспорта. Эта тема неисчерпаемая. О ней можно говорить долго и практически ежедневно. Вот действительно тема неисчерпаемая. А есть какие-то изменения в работе общественного транспорта? Или вы просто как-то обсуждаете, как наладить эту систему? Ну, вот уже узнали о восстановлении некоторых маршрутов, запуске дополнительных единиц транспорта в некоторые районы. Ну, для себя что-то узнаешь. По крайней мере, уже буду знать, что на пневматику мне будет добраться проще при необходимости. Добраться на пневматику – это отдельное испытание, мне кажется. Про это можно тоже отдельную передачу по радио транслировать. И не только по радио. Да, и показывать еще и вживую. Ну, будем надеяться, что туда, оттуда, ну, я знаю, что проблема – оттуда уехать, да, в позднее время суток. Что все-таки добираться туда и оттуда будет проще. Да, ну, вот о графике мы тоже поговорим еще отдельно. О соблюдении графика водителями. А мы сегодня будем показывать детскую гонку героев. А еще будем рассказывать, как коротают время беременные в декрете. Молодые мамы в декрете. Все правильно? Они еще и беременны, мне кажется. Ну, теоретически бывает и так. Есть время, которое надо коротать. По-моему, в этот период времени свободного уже не остается. Ну, да, главное поспать, мне кажется, успеть. Так что, да, нам тоже есть о чем рассказать. Мы желаем вам прекрасного эфира. Взаимно. Доброго вам, Днепра. И в первую очередь мы расскажем про погоду. Потому что знать ее важно и необходимо, чтобы собраться на работу правильно и не замерзнуть по пути. Прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаешь, Саш, скажу тебе откровенно, сегодня по-настоящему необычный и важный день. Ну, каждый день, наверное, важный, а сегодня прям особенно? Конечно, для меня в частности, потому что у моей любимой мамы день рождения. 20 февраля все верно, с чем я, мам, тебя и поздравляю. Но хочу сказать вот как. На самом деле ежедневно происходят события, разные важности и по-разному влияющие на наши жизни. О том, что же произошло 20 февраля до этого, мы вам прямо сейчас и расскажем. 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости. Основополагающие принципы праздника – искоренение нищеты, обеспечение людей полной занятостью и достойной работой, достижение равноправия мужчин и женщин, установление социального благосостояния и социальной справедливости для всех. В этот день, в 1819 году, был учрежден Санкт-Петербургский государственный университет. В наше время это один из важнейших центров науки, образования и культуры в России. Среди выпускников вуза – шесть нобелевских лауреатов, два президента Российской Федерации, главы правительств, верховные главнокомандующие, лауреаты Ленинской премии. 79 лет назад, 20 февраля, впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри. Именно мультфильмы периода 1940-1958 годов признаны самыми выдающимися и являются обладателями семи наградки на премии «Оскар». В этот день, 52 года назад, родился легендарный певец, рок-музыкант, гитарист Курт Кобейн. Он стал одним из символов мира музыки 90-х. До сих пор миллионы людей восхищаются его творчеством и продолжают слушать любимые песни. 20 февраля 1975 года в СССР был учрежден День войск противовоздушной обороны. В наши дни войска ПВО оснащены уникальными зенитно-ракетными комплексами, превосходящими зарубежные аналоги. 33 года назад, 20 февраля, на космическую орбиту выведена научная станция «Мир». На 15 лет она стала единственной в мире пилотируемой космической лабораторией для долговременных научно-технических экспериментов и исследования человеческого организма в космосе. На станции установили мировые рекорды по длительности орбитального полета, продолжительности пребывания в космосе. Ну что, а дел прошлого, хоть и специфических, к делам настоящим. Расскажу вам про цены на бензин. Это не менее важно, а для кого-то это будет полезно прямо сейчас. Ну, мало ли, хотите заправить полный бак по дороге на работу. Итак, газ стоит 28 рублей 19 копеек. Правда, его придется заправлять не в бак, а в специальный баллон. Дизельное топливо стоит 51 рубль 27 копеек. Ну, ясное дело, дороже газа. 92-й бензин стоит 47 рублей 17 копеек. Немножко дороже дизеля. Все-таки самое популярное топливо на рынке. 95-й бензин стоит 50 рублей 25 копеек. Стало быть, дороже 92-го, а вот 98-й самый дорогой. 56 рублей 59 копеек. Неудивительно, им заправляют самые дорогие автомобили. Кстати, для владельцев самых дорогих автомобилей и не только расскажу вам про цены на валюту. Давайте посмотрим, как обстоят дела сегодня. Доллар, евро, что же с ними произошло? Во-первых, они немного упали в цене. Возможно, кого-то эта информация обрадует. Доллар стоит 66 рублей 24 копейки за единицу. 74 рубля 90 копеек за единицу стоит евро. Что сказать? Так обстоят дела на рынке валют. Так обстоят дела и на топливном рынке. Вы теперь знаете эту информацию и можете воспользоваться ей в правильном ключе. А вот про то, что я сказал, перед работой можно заехать и заправиться. Что же, тогда нужно выехать пораньше, потому что опаздывать никак нельзя. Ну вот как раз в это время, еще сейчас, идеально заезжать на заправку, разъезжать по городу, потому что движение не затруднено. Можно быстро проскочить из одного конца города в другой и при этом не испытывать никакого дискомфорта. Но если вы решите это сделать примерно через полтора-два часа, все-таки будет... Конечно, можно неслабо так опоздать и попасть в пробки, о которых мы вам расскажем. Знаешь, особенно я люблю заезжать заправляться перед каким-то мероприятием, возможно, перед сеансом в кино, когда у тебя осталось пять секунд, а ты совершенно не успеваешь. Кстати, о фильмах и вообще о сеансах в театрах. Нам ведь есть что вам рассказать. О том, что ждет нас в кинотеатрах и театрах в ближайшее время, прямо сейчас. Сегодня в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького на новой сцене культовая постановка «Дядя Ваня». Чеховская история, которая была бы смешной, если бы не была такой грустной. Жизни главных героев разрушаются в то время, пока они пьют чай или просто гуляют. Эта пьеса не теряет актуальности спустя столетия. Мы по-прежнему жалуемся на жизнь, работу, начальника. Мало что делать, чтобы это изменить. Спектакль о человеческих чувствах и потерянных жизнях. Начало в 19.00. На камерной сцене в это же время драма Леонида Зорина «Варшавская мелодия». После окончания войны главные герои знакомятся в консерватории. Она – польская певица, он – московский студент Виктор, но железный занавес ставит перед ними непреодолимый барьер. Брак с иностранцами запрещен. Победит ли любовь время и расстояние? Продолжительность спектакля 2 часа 5 минут. В Государственном академическом музыкальном театре трагикомедия «Евреи нашего двора». Маленький одесский дворик, яркие и колоритные жильцы – вся жизнь разворачивается на клочке земли, отгороженном от всего мира. В центре повествования одна семья, но представить полноту картины без соседей невозможно. Смех, слезы, ирония – все делится поровну между жильцами одного дома. Самое главное очарование всего спектакля – баба Маня, которая знает все на свете и при этом никогда не унывает. Добрая и светлая постановка с настоящим одесским колоритом. Начало 18.30. В кинотеатрах в этот день комедия российского производства «Громкая связь». Ремейк итальянского хита «Идеальные незнакомцы» от московского театра «Квартет И». В центре повествования семеро друзей, три пары и один холостяк. За общим столом не остается ни одного секрета. Все сообщения читаются вслух, а разговоры по телефону исключительно на громкой связи. Тут-то и начинается самое интересное. Для отечественной версии фильма шутки и финал переписали полностью. Время сеансов вы можете подобрать самостоятельно. Действительно, есть куда сходить и есть на что посмотреть. А вот на самом деле ситуации, фактически как из кино, происходят и в реальной жизни. Есть что рассказать. Во время полета одного из рейсов треснуло переднее... Я не знаю, можно ли сказать, что в самолете это стекло лобовое, ветровое. Ну, в общем, треснуло переднее ветровое стекло. Пилоты, конечно, не растерялись и посадили самолет вовремя и правильно. Но ситуация действительно как из какого-нибудь фильма с Эмелем Джексоном или из фильма, что снимает Тарантино, когда летит самолет и медленно-медленно трещина ползает по лобовому стеклу. И, по-моему, самолет все посадили в Москве, да, если не ошибаюсь? Да, да, самолет летел в Москву, совершенно верно. Да, вот это вот, наверное, адреналин, вот такой вот выброс эмоций, не самых хороших. Но, к счастью, все хорошо закончилось, никто не пострадал. Конечно, однозначно, никто не пострадал, потому что главное это профессионализм, и пилоты справились со своей задачей. Хорошо, что на борту самолета необходимо включать авиарежим, а иначе, я подозреваю, интернет бы сейчас кишил просто возмущениями, а, возможно, и криками радости, что самолет сел. Да, и пилоты могли бы снять что-нибудь и выложить, как минимум Инстаграм, вот эту трещину представь просто. Мне кажется, у них руки в это время были заняты. Ну, конечно, да, думаешь, у пилотов заняты руки? А разве, что они что-нибудь? Да нет, конечно, заняты, я шучу. Но, в любом случае, ежедневно в интернет попадает просто уйма информации. О самом интересном прямо сейчас вам и расскажем. Возвращение героя. Известный блогер-защитник животных выложил видео своей встречи со львом. Молодой, 80-килограммовый царь зверей, как видно, очень рад старому другу. Совсем не по-королевски он прыгает на человека и валится с ним на землю. Хоть и большая, а все же кошка. Популярность набрал ролик еще одного блогера. На своей странице молодой человек показывает, как можно применять акробатические трюки в повседневной жизни. Он ловко преодолевает заборы и другие препятствия. При помощи кульбита укладывается на полотенце на пляже. А вы так можете? Хитрое устройство для любителей порадовать себя сладким за работой. Механизм стреляет конфетами прямо в рот. Так что можно не только не пачкать руки, но и не отрывать их от клавиатуры компьютера. В этом деле главное знать меру. Если дельфин и не друг человеку, то как минимум дружелюбный сосед. Любитель каячного спорта собрал себе компанию из четырех любопытных дельфинов. Морские млекопитающие, кажется, понимают, что их снимают и начинают позировать. В сети пишут, в точности как морские собаки. Главное не перепутать с акулами. Не забудьте надеть куртку. Ожидается легкий бриз. Такой ролик разлетелся по сети. Сильный ветер застал людей, отдыхающих в парке врасплох. Резкие шквалы подняли туалетные кабинки высоко в небо. Картина фантастическая. Никто не пострадал. Огромная льдина чуть не убила, но при этом ни капли не испугала жителя Ёжкоролы. Ледяная глыба упала возле головы пешехода, но тот, видимо, привыкший к таким сюрпризам, не смутился и продолжил себе идти дальше. Ничего не скажешь. Мужество – важное качество. Без последствий после сильного снегопада не обошлось и в Миссури. Там на обледеневшей дороге столкнулись 50 автомобилей. Из-за плохой видимости водители просто не успевали сориентироваться и фактически на полной скорости врезались уже в образовавшуюся пробку. Будьте внимательнее за рулем. Внимательнее лучше быть не только за рулем, а в целом каждый день. Когда делаешь свою работу, когда заботишься о близких, когда готовишь завтрак или просто завариваешь чай. Когда смотришь утро нового дня и не отрываешься от экрана, потому что мы рассказываем вам о всем самом интересном и, конечно же, актуальном. Сегодня какой-то такой небесно-зимний выпуск. Нас-то тянет в небо, самолеты, кто-то прилетает, у кого-то что-то трескается, где-то кабинки туалетные в небо поднимаются. Ну и, конечно же, не обходится и без зимних пейзажей. Ну а еще без чего не обходится каждое утро у большого количества людей, но только не у меня, к сожалению, это без ежедневной зарядки утренней. Хотя бы 15-10 минут ее все-таки нужно делать. А вот как правильно делать не только зарядку, но и другие физические упражнения, мы расскажем вам в следующем материале. Для учеников старших классов в школе-гимназии номер 39 в преддверии 23 февраля устроили самую настоящую гонку героев. Почему такой формат лучше, чем, например, просто урок, урок, например, защиты отечества, как-то так они называются? Ну, потому что на этом мероприятии наглядно видно, на что каждый ребенок физически способен. Девушки, как зовут парня, который только что на старт вышел? На старт вышел Никита Литовченко. Меня тоже Никита зовут. Никита чемпион? Да, конечно. У нас все мальчики чемпионы. А как вы его поддерживаете? Кричалками. Автомат умеете разбирать? Нет. Наши мальчики умеют, а мы не учились. Они нас защитят. Вы хотели бы научиться? Да, хотели бы научиться. Никита научит. Никита научит. Никита, давай! Никита, научишь девчонок автомат собирать? А? Смотрим. Все, договорились с Никитой. Никита, дай пять. Как сам, доволен прохождением дистанции? Безумно. Безумно? Пойдем на вопросы, еще же надо ответить. Основное предназначение ПКМ, где применяются основные тактико-технические показатели. Калибр, вес, дальность, прицельность огня. Ага, то есть выбираем пулемет Калашникова и зачем он нужен, грубо говоря. Ну вот получается непосредственно пулемет, да. Вот, у него там, так, калибр, калибр 5,45. Ага. Как зовут тебя? Доброе утро. На старте попытался узнать, как тебя зовут? Саша. Саша, извини, что отвлекают, но ты молодец, очень быстро все делаешь. Спасибо. В чем секрет? Годы тренировок с учителем ОБЖ. Ага. Годы это сколько? Два года. По рекорде сборки автомата? 40 секунд. Как это 40 секунд? Вот так вот. С закрытыми глазами сможешь это сделать? Нет. А во время того, как даешь интервью? Могу. Вот, молодец, это правильный ответ. Как правильно надеть противогаз? Зажмурить глаза. Так. Взял два пикса. Давай с калибра нашим. Какой калибр? Честно говоря... Ну посмотри на патрон. Ну давай. 7,62. Да. Правильно, да. Никита не знал этого. И я не знал, кстати. Ваш класс 10-й А, он станет победителем однозначно. Точно. А если нет, то что вы будете делать? Все равно поддерживать его, ведь они молодцы все. Нет, ну я думал, может, и вы автомат разберете, соберете, нет? Ну, можно попробовать. Ну, можно попробовать. Хорошо, договорились. Команда, один из этого Аплаза, заняшная тема! Расскажи, как капитан команды, ты рад, что вы победили? Конечно, рад. Команда, а вы хоть рады, а то стоите в первонке. Очень рады. Кто мне обещал, что команда победит? Перед стартом говорил. Молодец, поздравляю вас. Ребята действительно молодцы. Никита, двойне поздравления. Меня тоже Никита зовут. Девчонки, ну не первое место ведь. Не первое. Идем автомат разбирать? Нет, нет. Сложно? Для первого раза сейдем. А вы думали, парням будет просто? Конечно же нет. Мы же болели. Мы болели за них, мы переживали. Все, девчонки, тренируйтесь. Ну все, друзья, праздник закончился. Надеемся, что в следующем году уже девчонки смогут автомат правильно разбирать, собирать. Но мероприятие было хорошее, и мужчины могли себя показать, и девчонки увидели, кто есть кто. С наступающим 23 февраля! Ох, оторвался, конечно, Никита на этой детской гонке героев. Интересно, умеет ли он собирать или разбирать автомат? Мне кажется, он удовольствие получил больше, чем у детей. От того, что они в любом случае, это просто компанейская такая энергетика, и в принципе, это такой массовый коллективный отдых энергичный. Но при этом Никита вот своими вопросами, он не то чтобы мешал сильно, но в любом случае... Ну разбавлял атмосферу, да, и драйва добавлял. Так слушай, а там тоже нужны навыки, ты попробуй с микрофоном бегать вот так туда-сюда, он же всю эту полосу препятствий вместе с парнями пробегал, и потом спрашивал у них свои чудесные вопросы. Но вообще это, конечно, очень интересное событие, главное во всем этом это безопасность. Потому что оружие, физические упражнения, да и в принципе любого рода техника может причинить еще и вред, если обращаться с ней некорректно или неправильно. Ну, корректно и правильно, наверное, обращаться нужно не только с техникой, а и со своим личным транспортом. Да и не только со своим, если сел за руль, следи и будь внимателен, чтобы ты несешь в этот момент ответственность не только за себя, но и за окружающих. Да пристегнуться как минимум нужно, и еще я знаю, что нужно обзавестись, например, детским креслом. Если у вас есть ребенок, если нет, конечно, не нужно. Но в целом соблюдать правила необходимо в первую очередь для вашего здоровья и для здоровья окружающих. Ну и об этом, кстати, о правилах мы сейчас можем поговорить с нашим гостем. Нас в студии уже ждет Наталья Кашкарова, это начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по республике Крым. Здравствуйте, Наталья. Доброе утро. Мы знаем, что сейчас ГИБДД проводит разные акции по следе за тем, чтобы детские кресла были в автомобилях, по усилению безопасности. Расскажите, пожалуйста, о них. Да, Крымская госавтоинспекция проводит множество мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. В приоритете у нас, конечно, безопасность детей на дороге, и поэтому мы проводим мероприятие под названием «Пристегни ребенка, пристегни сам». Вот с целью снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пассажиров с 4 по 13 февраля проводились такие мероприятия. Сотрудники ГИБДД усиленно несли службу вблизи образовательных организаций, контролировали, чтобы дети при подвозе в школы находились в детских удерживающих устройствах. Проводились беседы в школах, в вузах с родителями, проводились дополнительные родительские собрания. Также массовые мероприятия проводились с детьми, мы проводим разъяснительные беседы и объясняем им, для чего нужно пристегиваться. В игровой форме показываем им, как же кресло и ремень удерживают и спасают жизнь в автомобиле. Ну и до скольки лет ребенок какого возраста должен сидеть в кресле? И когда уже он может сидеть просто на обычном сидении машины и просто пристегнуться должен? Как взрослый. Да, как взрослый. Но мы в правилах дорожного движения четко написан возраст, указан, когда ребенок должен обязательно сидеть в детском удерживающем устройстве, когда он может пристегиваться ремнем, когда он может перевозиться на переднем сидении рядом с водителем. Но мы все же видим результаты ДТП и все же настаиваем, чтобы дети максимально долго в силу своего роста и веса находился в детском удерживающем устройстве. Потому что ребенок должен быть защищен со всех сторон. Со стороны спины, со стороны головы, со стороны шеи. Поэтому мы все же призываем родителей не сажать детей на переднее сидение, пусть даже в детском удерживающем устройстве. Если все же маме или папе удобно, когда ребенок младенец и он должен находиться рядом, то обязательно при посадке ребенка на переднее сидение обязательно отключать подушку безопасности. На это мы обращаем внимание. Потому что, ну, вы понимаете, да? Отключать, наоборот. Отключать. Нет, отключать. Это написано даже на самой подушке безопасности. Или если опустить до зеркала, то там будет написано, что при посадке ребенка обязательно отключение. Она может по всей верности ударить или затушить даже во время. Да, потому что она взрывается с огромной скоростью. И руководителям тоже мы объясняем, что ремень безопасности должен использоваться в комплекте с подушкой безопасности. Потому что некоторые думают, раз у меня есть подушки безопасности, зачем мне пристегиваться? Нет, подушка безопасности при срабатывании, она может нанести еще больше вреда, чем без ремня безопасности. Конечно. Но вообще, вы правы, правильнее использовать кресло. Это куда безопаснее и надежнее. А вот что о креслах думают наши зрители, мы и узнали, пройдясь по городу и пособирав мнение. Прямо сейчас и расскажем. Надо пользоваться всегда безопасностью. Думаю, да. Это для безопасности, это необходимо. Все, что делается для безопасности, нужно приветствовать и поддерживать. Потому что жизни деток это очень важно. Ну, естественно, нельзя жить без детских кресел в машинах. Детское кресло всегда должно быть в машине. Ну, у кого есть дети. Пользуемся, да. Это удобный метод для перевозки детей. Очень хорошо, что такая программа есть, что у нас, как водители, не очень, пока не заставят. Когда заставят, тогда уже начинают покупать. Пользовались, когда машина была, пользовались всегда. И пристегиваемся. Скажите, безопасность. Конечно, детское кресло надо всегда, потому что, как бы, это ребенок, это его безопасность. Кресло, оно должно быть в любом случае. Чем больше внимания уделяют взрослые безопасности детей на дорогах и своей безопасности на дорогах, это вообще в целом меняет мир, потому что мы очень мало думаем о том, каким последствиям приводят наши действия любые. Ну, если они будут, скажем так, технически выверенными, хорошими, тогда это, может быть, и есть смысл. Но не до 16 лет возить детей в эти кресла, как они хотят. До 12, до 13. У нас есть бустер. Мы катаемся, пристегнуты, поэтому, ну, нас еще ни разу не останавливали, не проверяли, но у нас есть. Естественно, правильно. Я считаю, что детей нужно с самого раннего возраста приучать к безопасности на дороге, потому что, ну, действительно, я сам работаю в сфере образования и сам прекрасно знаю, что возле школы взрослые под ручку с ребенком проходят на красный сигнал светофора, но это никуда не годится. Надо учить, надо наставлять и детей, и внуков, учить правила движения, чтобы детская смертность – это очень ужасно, очень плохо. Вообще, да, потому что ненормальных на дорогах много. На самом деле, очень много. Это прям больной вопрос. Я вам так скажу, ребята, не будет ГАИ, ничего не будет. Они свою работу делают. Ну, вот последний водитель сказал, что если не будет ГАИ, то ничего не будет, что ГАИ свою работу делают. Ну, в целом, хочу спросить, а какие акции еще про сейчас проходят? У нас постоянно проводятся профилактические мероприятия. Вот, например, с 21 по 27 у нас стартует мероприятие, направленное на пресечение правонарушений, профилактику, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Называется оно «нетрезвый водитель». Будет проводиться с 21 по 27 февраля. То есть это когда тебя останавливают, ты едешь за рулем, тебя останавливают и говорят «дыхните, пожалуйста», да? Или что, пили, не пили, только честно? По-всякому бывает. По-всякому? Да. Ну, мне нравится, что иногда мне верят на слово. То есть так сотрудник опускает глаза и спрашивает «ну точно не пили, ну я совсем не пьенка». И жаль. Ну, наши сотрудники ежедневно общаются с разным контингентом водителей, и они являются, можно сказать, психологами. Вот, я же о том же, да, что… Да, они с полуоборота увидят, даже когда машина просто движется, они могут понять, вызывают подозрения. А ведь правда, так же всегда и работает, пьяных всегда тормозят, вот, когда даже в кино и в реальной жизни везде пьяного человека обязательно остановят и спросят, все ли хорошо. Мне кажется, он слишком правильно ехать начинает, когда подъезжает. И слишком серьезное лицо, да, как в делами, что все в порядке. Да, ну вот мы с вами говорим об этом в такой веселой форме, на самом деле это преступление, это на самом деле очень страшно, и поэтому всегда призываем, что нетрезвый водитель, он преступник, и поэтому нельзя этого допускать. Конечно. Ну, мы сегодня, да, уже говорили, что ты несешь в таких ситуациях ответственность, в первую очередь, не только за себя, а и за других людей. Это может быть ребенок, который спешит в школу или из школы, и много разных ситуаций. К сожалению, эти ситуации, плачевные ситуации регулярно случаются по вине пьяных водителей. Это серьезные вопросы, мы надеемся, что в скором будущем он будет, если не решен, то сокращено количество безответственных водителей. Да, руководство Крымской госавтоинспекции очень четко за этим следит и регулярно проводит мероприятия такого характера. Ну, а вообще, конечно, видно, что сейчас в городе проходит очень много разных акций, мероприятий, вот именно со стороны ГИБДД, потому что даже я, когда выхожу из дома, я регулярно вижу пост, но результаты, какая-то тенденция к лучшему у нас есть? Конечно, мы к этому стремимся, стремимся к снижению ДТП, наш руководитель всегда говорит, ноль ДТП – наша цель. Поэтому мы, я думаю, и мы, и граждане, и все к этому стремимся и хотим, чтобы наши дороги были безопасными как для взрослых, так и для детей. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости, спасибо вам за беседу. А я напомню, что у нас в гостях была начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова. Спасибо большое. Но вы взяли детское кресло, усадили туда своего ребенка, сами пристегнулись и, конечно же, сели за руль трезвыми. Но ничего не мешает вам включить видеорегистратор и выложить потом в сеть что-нибудь интересное. В Крыму, собственно, таким очень любят заниматься, и поэтому прямо сейчас для вас подборка. Что же там произошло в Крыму и что попало в сеть? Так хочется почувствовать себя пилотом Формулы-1 и оказаться не водителем бетономешалки, а за рулем гоночного болида. Но если судьба распорядилась иначе, приходится работать с тем, что есть. Как заявляет хозяин видеорегистратора, этот автобетоносмеситель не удалось догнать даже на скорости 120 км в час. Еще не успели убрать куски стекла и пластика, как на заколдованном перекрестке вновь случилась авария. На этот раз не повезло газели и маршрутке. Перекресток Красноармейска и Чехова узнают с первого взгляда. Угадай, где, грустно шутят пользователи. Произошло серьезное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и троллейбус. Как говорят очевидцы, это полностью парализовало движение. Водители, вынужденные объезжать место аварии, организовали новый затор в дворах рядом с происшествием. Этот инцидент остановил транспорт на несколько часов. Возможно, на этом участке дороги пешеходов ставят ступор такого количества переходов, что обращать внимание на сигнал светофора нет времени. А все-таки стоит это делать, потому что реакция водителей непредсказуема. У этого она оказалась хорошей. Видимо, жители общежития медуниверситета забыли, что сейчас уже не средневековье и для мусора есть специально отведенные места. А возможно, это новая версия мусоропровода, но явно не слишком удачная. Когда-то наше водохранилище называли Симферопольским морем, и как любимое место отдыха оно до сих пор хранит следы отдыхающих. Мусорные следы. К сожалению, с каждым днем ситуация усугубляется, но пользователи сети призывают провести субботник, после чего, мы надеемся, водохранилищу вернется былой облик. Не только видео с дорог и мусор можно найти в сети. Например, можно найти посты и фотографии о животных, которые нуждаются в уюте, в доме и в тепле. Конкретно сегодня мы можем предложить вам возможность взять домой и пригреть настоящую тигрицу. Прямо сейчас. Перед вами небольшая симпатичная охранница. Зовут Тигруля. Ласковая, дружелюбная собака. Звоните. Тигруля привита, стерилизована. Телефон. Плюс 79 78 863 11 03. Ласковые, нежные животные. Да, вот знаешь, жил бы в частном доме, возможно, сам бы взял одного из героев нашей передачи. У тебя есть животные, кстати, Саш? Вот столько уже ведем, и я такой информации не знаю. У меня нет животных, потому что я считаю, что к этому нужно подходить ответственно. Если бы я кого-то заводила, то это была бы собака. И если ты заводишь себе собаку, то для нее должны быть созданы все условия. То есть и места много просторного, и вовремя приходить домой, чтобы за этой собакой ухаживать, кормить, выгуливать. Чтобы собака не исхудала все, да, с работы телевизиончика. Я прям представляю, как будет выглядеть большая собака. Я правда хочу большую собаку, восточноевропейскую, немецкую овчарку. Либо просто с улицы, но вот так, чтобы глаза мне нравились и влюбилась сразу в эту собаку. Да, знаешь, я тоже мечтаю о большой собаке с такой густой шерстью и глубокими-глубокими, грустными, но умными глазами. Но боюсь, что в Крыму с нашим летом, что уж там и весной, собаке будет сложно. А вот стричь такую красоту я бы не хотел. Ну, мне кажется, это одна из таких главных задач, когда ты заводишь себе животное домашнее. Ты должен понимать, что мало того, что ты должен выполнять свои обязанности и быть ответственным, так еще и не раздражаться на всю эту шерсть и, не знаю, погрызанные тапки. Потому что это проявление любви с их стороны. Ой, параллель любви со стороны собаки может быть просто множество. От того, что она лает, когда ты приходишь с работы, до того, что она прыгает на тебя, пачкая твой костюм, выходную одежду или что-то, просто потому что она тебе очень рада. Я думаю, ты в таких ситуациях бывала. Я была очень много раз в таких ситуациях. А еще у меня в родителе когда-то был пес, который очень не любил, если вдруг человек пользуется парфюмом. Видимо, запах этот спирта, еще что-то его раздражал. Поэтому, если ты хочешь пообщаться с этой собакой, ты ни в коем случае не должен дохориться. Вот так вот. Надо выбирать и жертвовать. По поводу общения. Знаешь, собак у нас, конечно, нет, но хотелось бы. Наверное, поэтому мы больше тянемся к общению на работе, в офисе, да где угодно в кафе. Потому что, когда приходишь домой, конечно, не с кем разделить эти эмоции. Но прямо сейчас в эфире у нас такая возможность есть. У с нами на связи наш чудесный корреспондент Оля. И она расскажет нам, что там происходит в городе. Доброе утро, Валь. Доброе. Доброе утро. Сегодня среда, 20 февраля. Маленький экватор. Неделя, собственно, с чем я вас и поздравляю. Хочу вам сказать, что день сегодня прибавился на целых 3 минуты. Это не может на нас не отражаться. Потому что чувствуем желание работать и, собственно, творить. Потому что непосредственно на работе все мы занимаемся творчеством и саморазвитием, самореализацией. Которое нас поспешно совершенствует. Итак, друзья, хочу сказать, что на протяжении всего дня сегодня будет сохраняться солнечная погода. Солнышко выйдет к 9 утра. Вместе с ним температура воздуха, конечно, поднимется. Вот. На протяжении всего дня будет солнечная погода. Итак, восход солнца сегодня был в 7.34. Закат будет наблюдаться в 18.19. И неспроста я нахожусь у памятника Екатерины, потому что символ Симферополя, как всем известно, пчелка. И мы с этой пчелкой, вот, и мы с этой пчелкой желаем вам продуктивного дня. А мне пора двигаться дальше. Вот так замечательно и по-творчески Оля рассказала про нашу работу, что мне захотелось устроиться заново, знаешь, еще раз. На той же самой должности заниматься всем тем же самым, потому что действительно творческий заряд – это очень важно. Ну, потому что любить нужно не только вот свой дом, да, вот этот вот уют, который есть у тебя в семье, а любить нужно свое дело тем, чем ты занимаешься. Тогда и работа будет в радость. И да, это банальные слова, но они действительно настоящие, когда ты понимаешь, что ты проснулся не зря. Ты готов встать пораньше, даже вот, даже очень рано собраться, насладиться этим днем. И даже если ты ворчишь, то просто подумаешь, что было бы, если бы ты потерял эту возможность приходить в свой коллектив, на свое рабочее место. Просто вот, ну, вот увидеть это здание. Но это же совершенно другие эмоции. Поэтому ценить нужно это все. Любить и ценить. Конечно. Слушайте, Настя, те, кто сейчас собирается на работу. Потому что то, что встретит вас там, особенно если работа в радость, это важные моменты. Коллектив, с которым можно пообщаться, разделить и веселые грустные моменты – это просто необходимые условия для продуктивного работы. Почвего дня, недели, да что уж там, для продуктивной работы в целом. Вот что меня заинтересовало, пчелка вот эта маленькая, ты их видела по всему Симферополю? Я не видела, но я о них читала. Я знаю, что вот, допустим, даже ко дню города наша администрация будет выбирать какой-то символ города. Опять же таки, вот как вариант, есть пчелка-собиратель. Но это вот наш у нас символ на гербе, да? Да, конечно, да, это символ города. Поэтому неудивительно. Но в целом я знаю, что будут крымчане предлагать разные варианты, как что сделать символом ко дню города на декоративных украшениях, то есть игрушках, которые будут распространять в честь всего события. Поэтому каждый может предложить свой символ Симферополя. А вообще эти пчелки, они такие обаяшки. Да, они очень интересные, знаешь, вообще занимательно. Металлических они латун, если не ошибаюсь, пчелок. Я видел, парочку штук нашел. Насколько я знаю, некоторые энтузиасты даже похитили несколько пчелок, и теперь они, видимо, украшают чью-то веранду. Но вот настоящих пчел я в Симферополе вижу редко. Ты как часто встречаешь таких вот трудяг? Я трудяк таких с крылышками встречаю, только когда на съемки еду в какой-нибудь район, и точно это не район Симферополя, там, где пасеки стоят. Я знаю, что в Белогорском районе. Я как-то смотрела, у меня был сюжет о том, как собирается мед. Ух ты, не покусали? Нет. Я при этом еще в этих сотах же есть вот эти вот круглые соты. Вот как раз таки соты, да, вот медовые. Я помню, что мне с собой дали такую большую плитку, я в редакцию привезла. Ох, ну это прямо звучит очень вкусно и аппетитно прямо. К завтраку чай с медом, ну вы сами представляете, что это такое. На самом деле, действительно, пчелы в Симферополе гость редкий, но если поискать, найти их можно. А знаешь, что еще можно найти, если поискать? Скажу тебе прямо сейчас, окаменелые кораллы. Вот так интересно и удивительно. Об этом прямо сейчас вам и расскажем. Смотрите, что это. Юбочка его видна, а вот его верхушка. Да, тут зачастую они попадаются. Ну вот так днями, часами хожу, ищу вкрапления кораллов в породе. Выбиваю, а потом часами дома их чищу. Как нет золота в серых горах, так нет кораллов в Черном море. Но крымские хребты таят множество тайн. Морских животных можно отыскать здесь среди выступов пород и росы пищебня. Однако разглядеть сокровища прошлых эпох в осколке известняка может только специалист. Валентин Вербицкий занимается палеонтологией с 14 лет. Сегодня он стал нашим проводником в настоящей экспедиции по поиску древних рифов. 160 миллионов лет назад на месте солнечного полуострова находился тёплый и неглубокий океан Тетис. Он кишел жизнью. В том числе там обитали кишечноколосные животные, известные сегодня как кораллы. Их остатки сегодня легко можно отыскать в крымских горах. Лучшее место для поиска кораллов – сломы горных пластов. Здесь под действием ветра и воды мягкая порода разрушается, а более плотные окаменелости выступают на поверхность. Высоко в горах на любой высоте можно находить разные интересные окаменелости. Вот в данном участке я нашёл трубчатые кораллы. Где есть выходы породы, там я смотрю вкрапления. Если есть какое-то там вкрапление коралла или осколок раковины, я начинаю здесь поиски. И благодаря молотку и зубилу пытаюсь отсюда уже выбить окаменелость. В этих округлых камнях трудно признать останки древних кишечнополосных. Их известковые скелеты были изломаны сотню миллионов лет назад и залиты древними глинами. В таком виде они сцементировались и стали неотделимы от породы. Тем не менее, восстановить облик Юрского рифа всё же возможно. И это главная мечта Валентина. Тут ему пригодилось ювелирное образование. А для упрощения работы мастер изобрёл даже свой личный метод. Масло ещё и на солнце мы видим границу коралла и лишней породы. То есть оно как бы выделяет. Потому что вода, она имеет свойство высыхать, а масло, оно не высыхает. И вот под маслом я, естественно, обрабатываю. А потом вскрываю после обработки маслом, так же, чтобы передать фактуру. Лишнюю породу приходится удалять по миллиметру. На обработку такого кусочка уходит от трёх до восьми часов. Каждый обломок – элемент большого пазла древнего кораллового острова, который по крупицам воссоздаёт коллекционер. Однако риф – это не только кораллы. Здесь также обитали ныне вымершие морские лилии, сотни видов моллюсков. Среди находок Валентина уникальные экспонаты, заслуживающие места в лучших музеях мира. Её определили как пурпура идея. Вот такой сохранности, конечно, такой раковины нет в Крыму и нет в России. Не так давно в окрестностях Гаспры Валентин Вербицкий нашёл зуб плеозавра – древнего морского ящера. Такая находка первая на полуострове. Палеонтологией занимались в начале того века более плотно в советские времена так себе. А в 90-е годы, естественно, об этом всём забыли. И на сегодняшний день, в принципе, никто не занимается палеонтологией Южного побережья. Коллекция палеонтолога растёт, а вместе с тем и растёт желание делиться знаниями с людьми. Сегодня главная мечта Валентина – создать настоящий интерактивный музей, где каждый желающий сможет прикоснуться к окаменевшей странице жизни полуострова. Иногда для того, чтобы найти сокровища, не нужно уходить далеко из дома. Они лежат прямо под вашими ногами. Изучайте Крым и вдохновляйтесь его природой. Ювелирные сюжеты. По-настоящему ювелирные. Благо, их не нужно выкапывать в толще земли, потому что Александр нам их сам приносит и радует нас. Даже на рабочий стол уже какой-то такой камешек, но принёс себе, поставил. Конечно, не камушек, а настоящего окаменелого наутилуса. Очень интересный экспонат. Надеюсь, что он разрешён к домашнему хранению, потому что мы сейчас это озвучили в прямом эфире. А знаете, что мы ещё идём в прямом эфире? Прямо сейчас мы предлагаем посмотреть на Екатеринский сквер через технологию веб-камер. Посмотрим, что же там такое происходит. Просто чтобы вы действительно видели, как сейчас выглядит город, как нужно одеться, как можно собраться. По поводу погоды мы вам уже рассказали, но мы ещё повторим обязательно. Сегодня не жарко, ветер такой пронизывающий есть, но при этом вот люди ходят и ходят закутавшись. Видишь, в шубках кто-то, да? Ну так да, я когда, знаешь, на работу добирался, поощутил, что сегодня всё-таки тренч не подойдёт. Придётся использовать что-то потеплее. Ну февраль всё-таки как-то значит. Конечно, февраль имеет полное на это право. Тут ничего не скажешь. Февраль может нас немножечко поморозить, но надеемся, что зато в марте прямо так ударит весна. Вот Олю, кстати, не видно, видимо, уже упорхала, да, со сквера побежала на свою другую точку. У меня было такое ощущение, что у неё светлее как-то. Мы сейчас смотрим на веб-камере, это всё гораздо... Может быть, это там солнце на сладкий? Да, а может быть, это просто Оля отражает свет, знаешь, прекрасным своим лучезарным ликом и показывает нам, что да, как происходит. Я предлагаю посмотреть на другие города. Вот куда бы ты хотела? Я бы хотела, наверное, может быть, в Севастополь. Севастополь, да? Я хочу давно не была в Севастополе, давно туда не ездила, как приезжаешь. По работе, да, обманываю. Недавно была по работе, мы ездили, снимали там сюжет. И... Ну вот за что я люблю Севастополь, да? Вот Артём берёт и исполняет желания Александры. Давайте посмотрим. Какое солнце! Лучезарный Севастополь просто. Такое по-настоящему жёлтое, ну даже белое, хотя это, возможно, особенность технологии. Смотри, очиститель-машинка ездит и давит людей. Нет, ну он... Нельзя так шутить нам сегодня никогда, Никогда, но ты обрати внимание, как люди-то идут по чёткому направлению, да? Да, ну, да, фактически таким, слегка хаотичным гуськом. Ну, на самом деле, шутки шутками, а очиститель действительно картина очень приятная. Потому что это значит, что площадь Нахимова, которую мы вам сейчас показываем, будет чистая. Ну, там регулярно моют дороги, по-моему, да? Я сколько видела, там... Я тоже хочу... Слушай, на самом деле, так редко бываю в Севастополе, что уже не могу сказать, что там вообще происходит регулярно, что регулярно. Но, судя по тому, что вот такой маленький мини-труженик, да, ездит и тащает асфальт, да, действительно. Вот, кстати, про «Бываю в Севастополе». Каюсь, езжу в путешествия редко. Благо, у нас есть специальная рубрика. Давайте посмотрим, куда можно отправиться и что можно посмотреть. Маяк-музей морской тематики, фисташковые и оливковые деревья, мыс Айтодор богат природными сокровищами. Прогуливаться здесь можно часами, если вы не боитесь крутых подъемов. Каждый уголок таит загадки, разгадать которые может даже самый невнимательный гость. Можжевеловый лес, римский военный лагерь, термы, бани в сочетании с живописными скалами и Черным морем образуют единый природный ансамбль. Местность одувает морской бриз, а воздух здесь целебный. Здесь все живет по законам Черного моря. Именно оно формирует погоду и настроение. Несмотря на то, что еще на улице февраль здесь уже расцвели нарциссы. В ходе раскопок на мысе обнаружены развалины казарм и руины старого маяка, которые возводили еще греки. Кроме развалин старинной световой башни, здесь лежат остатки римской крепости Харакс. Римская терма на территории бывшего Советского Союза. Она единственная и находится у нас на маяке, на территории маяка. Вот в этом здании была парная, были комнаты отдыха, где гладиаторы устраивали помывку и отдых. Воду отсюда доставляли с горы Айпетри. Прослеживаются все помещения, которые должны быть. Раздевалка, парная, помывочная и открытая площадка для физических упражнений. Когда-то в эту арку в баню входили гладиаторы. Сейчас, как вы видите, тяжело пройти даже мне. Считается, что вода была привозной. Хотя кто бы строил крепость в отсутствии пресной воды. В термах выделялись комнаты для холодных и горячих ванн. Недалеко от римских бань древние бастионы. Чтобы к ним добраться, далеко в лес идти не нужно. В нескольких метрах от дороги оборонительные укрепления. От казематов остались огромные камни. Бастионы окружают краснокнижные можжевельники и величественные дубы. Ну, вы посмотрите, на скале, практически на скале, стоит дуб. И тоже не меньше, чем эта офисажка дикая. Наверное, тысячу лет это однозначно не может. Каждый, кто побывает здесь, словно попадает в царство моря и камня. С древних времен этот острог считался ориентиром для мореплавателя. Неподалеку от маяка сохранился древний лес, где когда-то ходили римские легионеры. Кажется, что здесь все незыблемо. Скалы и лес в ожидании очередных гостей, которые также пытаются раскрыть некоторые тайны древнего мыса Айтадор. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Вот так быстро, живо и бодро прошел первый час. Ничего, у нас впереди еще один. В прямом эфире на Первом Крымском и Крым-24. Сейчас на часах 8.00. И мы готовы сообщить вам, что мало того, что у нас очень много разных новостей, так и бодритесь, просыпайтесь. Потому что вот сейчас самое время заварить чашечку чая, понять, что это утро доброе, хорошее, оно ваше. Проведите его в свое удовольствие и просто цените каждую минутку, потому что вторая возможность может предоставиться только завтра. К новостям. Жизнь в очередях. Чтобы получить консультацию врача, крымчанам приходится преодолевать расстояние и время. Далеко ездить и записываться на прием за полгода. Медучреждения Республики нашли возможность сократить ожидания пациентов. На помощь приходят современные технологии. Александр Федорчак покажет, как и где записаться к врачу за 10 минут. Ажиотаж во второй Симферопольской поликлинике явление ежедневное. Пенсионерка Анна Овсяникова ходит сюда как на работу. Врачами довольно жалуется на ожидание приема. Ситуация такая, обстоятельство, что надо ждать целый месяц очередь, чтобы попасть на прием к врачу. Если что-то острое, то можно и просить, чтобы приняли без записи. Но это скорее исключение. На сдачу анализа в очередь занимают в полседьмого утра. Ждут по несколько часов. Но время, проведенное в коридоре, не гарантия успеха. Такая история каждый раз. Говорят, в понедельник много, а в понедельник было еще больше. Не знаю, сколько. Все дни так. Когда не придешь, они запоминают последнего и уже тогда остальных принимают. Вот на УЗИ я записалась вчера. На апрель, на 16 апреля. Вчера я записалась на 16 апреля. Ну, это чтобы бесплатно. В некоторых медучреждениях Крыма глаз народа услышали и ввели новую систему приема больных. В поликлинике имени Симашко ежедневно принимает до тысячи человек. Цифра внушительная. Но, как ни странно, очередей здесь нет. При входе выдают специальный льготный талон на запись в регистратуру. Время ожидания до 10 минут. Вот так. Прошло только 3 минуты. Я уже могу получить медицинскую карту и записаться на консультацию к специалисту. Подход к каждому посетителю индивидуальный. Можно получить консультацию прямо в день записи. Эта процедура займет 30 минут. На предварительную запись еще быстрее очередь идет. Госпитализация тоже по расписанию. Быстренько все в штатном режиме. Раньше пациентам приходилось ждать час-полтора в живую очередь на оформление медицинской карты. Теперь... На больного уходит полторы минуты где-то. Они приходят, присаживаются. Потом регистратор их вызывает. Спокойно записывают их. Они идут в кабинеты. В эту поликлинику приезжают из разных уголков полуострова. Пациенты отмечают. Сейчас консультация у врача занимает не больше часа. Даже нельзя сказать, как лучше. Быстренько раз получили талончик, куда надо, в регистратору, в больницу. Помогают и оплатить. И все, что надо, врачу отведут. Мне сразу посмотрели. И, к сожалению, очередь у меня сразу 134-й. Я буквально подождала минутку. Моя очередь. Я на четвертый этаж, а там по живой очереди. Прием. Довольно-таки быстро прошла. Вот в течение часа я уже внизу. Система электронной записи уже полтора года действует во всех подразделениях Республиканской клинической больницы имени Семашко. В этой области медучреждение «Новатор». Современная техника позволяет разделить потоки пациентов и сократить очереди. Этот опыт мы переняли с материковой части России, где уже на протяжении нескольких лет больницы пользуются этим оборудованием успешно. И мы тоже попробовали. Мы нашли спонсоров, которые помогли нам приобрести все необходимое оборудование. И пользуемся успешно в нашем лечебном учреждении. Новшества действуют в большинстве больниц и поликлиник Симферополя. Систему электронной записи ожидают в других городах и районных центрах Крыма. Александр Федорчак, Олег Черемисин, Новости 24. До чего дошла наука? Оптические вихри, сверхточечные лазеры и наноантенны. В Крымском федеральном университете работают над современными технологиями. За год ученые создали аналог солнечной батареи. В процессе разработка защиты микросхем от повреждений поближе с миром физики и электроники познакомилась наш корреспондент Елена Байрамова. Аспирантка Яна Акимова в этой лаборатории изучает свойства оптических вихрей. Они способны обнаружить дальние планеты и не только. Подобные лучи могут использоваться непосредственно в медицине для диагностики раковых заболеваний, так как при прохождении различных средств они меняют свои свойства. Ученые всего мира, в том числе и крымские, активно изучают нанотехнологии. Приставка «нано» означает одну миллиардную долю. С каждым годом устройства становятся компактнее, при этом их мощность увеличивается. В мире происходит повсеместная минимизация, поэтому следует также и изучать возможность минимизации защитных слоев этих интегральных микросхем. Поэтому мы сейчас и работаем в данном направлении, конкретно пытаемся разработать специальные защитные слои, которые позволят создавать конкретную микросхему уже со встроенной защитой. Но прежде надо изучить и провести анализ поверхности предмета. Это делает тонкая, встроенная в оптический прибор иголочка. Информация выводится на экран. Одно из последних достижений Крымского федерального университета имени Вернадского – разработка наноантенны. В России на нее уже получили патент. Вот это у нас существующие наноантенны, а это наша теоретическая разработка, усовершенствованная наноантенна, разработанная нами. Такой научный прорыв нашим ученым удалось сделать за год. Один из авторов изобретения – Дмитрий Полетаев. Данная теоретическая разработка позволяет нам с высокой эффективностью, выше, чем существующие аналоги, преобразовывать световое излучение в электрический тон. Наша конструкция отличается простотой и возможностью легкого изготовления. К сожалению, пока мы не сделали экспериментальный образец. Однако у нас есть планы, у нас есть лаборатория для того, чтобы ее изготовить. Для этого есть возможности и ресурсы. Воплотить идею хотят через год. Это известная рупорная антенна, которая применяется в науке и технике с середины 20 века. А наноантенна, которую разработали ученые ГФУ, отличается от этой тем, что она будет намного меньше и будет работать как высокоэффективный аналог солнечной батареи. На этом крымские ученые не остановятся. На проект наноантенны планируют получить еще и международный патент. Елена Байрамова, Ситмимед Кукчиев, Новости 24. Ну и Крым на инвестиционном форуме в Сочи заключил соглашение с инвесторами на 12 миллиардов рублей. Колоссальная сумма на самом деле. И как рассказал Сергей Аксенов, глава республики Крым, интерес к полуострову Большой, среди соглашений и завод по производству профиля ОКОНОВА и других строительных материалов. Есть ряд проектов, связанных с сельхоздеятелями нашими, производством сельхозпродукциями. То есть развиваемся мы как вот семимильными шагами. Конечно. Интересно, доставилось ли немножко нашим ученым, о которых мы вам только сейчас рассказывали, вот буквально. Я думаю, что в любом случае какие-то соглашения на эту тему тоже есть. Конкретнее о них пока рассказать не могу, но обязательно почитаю. Да, потому что действительно изобретения интересные, а главное перспективные. Вот хотелось бы применить все эти нанотрубки, антенны и прочее и посмотреть, что это даст. Может быть, это даже как-то повлияет на нашу с тобой деятельность. Вот, признаюсь, в детстве тоже хотел стать ученым. Не вышло, сложилось немножко по-другому. Я думаю, вы сейчас сами видите, как все сложилось. Но это на самом деле такая себе история. А вот интересные истории происходят прямо сегодня, завтра и послезавтра на сценах театров и кинотеатров. О том, что же можно посмотреть, прямо сейчас вам расскажем. Сегодня в Крымском Академическом Русском Драматическом Театре имени Горького на новой сцене культовая постановка «Дядя Ваня». Чеховская история, которая была бы смешной, если бы не была такой грустной. Жизни главных героев разрушаются в то время, пока они пьют чай или просто гуляют. Эта пьеса не теряет актуальности спустя столетия. Мы по-прежнему жалуемся на жизнь, работу, начальника. Мало что делать, чтобы это изменить. Спектакль о человеческих чувствах и потерянных жизнях. Начало в 19.00. На камерной сцене в это же время драма Леонида Зорина «Варшавская мелодия». После окончания войны главные герои знакомятся в консерватории. Она – польская певица, он – московский студент Виктор. Но железный занавес ставит перед ними непреодолимый барьер. Брак с иностранцами запрещен. Победит ли любовь время и расстояние? Продолжительность спектакля 2 часа 5 минут. В Государственном академическом музыкальном театре трагикомедия «Евреи нашего двора». Маленький одесский дворик, яркие и колоритные жильцы. Вся жизнь разворачивается на клочке земли, отгороженном от всего мира. В центре повествования одна семья, но представить полноту картины без соседей невозможно. Смех, слезы, ирония – все делится поровну между жильцами одного дома. Самое главное очарование всего спектакля – баба Маня, которая знает все на свете и при этом никогда не унывает. Добрая и светлая постановка с настоящим одесским колоритом. Начало 18.30. В кинотеатрах в этот день комедия российского производства «Громкая связь». Ремейк итальянского хита «Идеальные незнакомцы» от московского театра «Квартет И». В центре повествования семеро друзей, три пары и один холостяк. За общим столом не остается ни одного секрета. Все сообщения читаются вслух, а разговоры по телефону исключительно на громкой связи. Тут-то и начинается самое интересное. Для отечественной версии фильма «Шутки» и «Финал» переписали полностью. Время сеансов вы можете подобрать самостоятельно. Цены на билеты я вам, увы, не скажу. Но сходить однозначно стоит, да и есть на что. А вот что я вам скажу, так это цены на топливо. Пройдемте за мной. Сейчас посмотрим, что там происходит на топливном рынке, на рынке горючего. Газ стоит 28 рублей 19 копеек. Самое дешевое топливо и, пожалуй, что самое экономное. Ну, ясное дело, это фактически синонимы. Дизельное топливо. 51 рубль 27 копеек. Традиционно менее чем в два раза. Дороже газа, но все еще дороже. 92-го бензина. 92-й стоит 47 рублей 17 копеек. Это дешевле, чем 95-й. 50 рублей 25 копеек стоит бензин, вокруг которого просто огромное количество слухов. Я думаю, вы понимаете, о чем я. 98-й бензин стоит 56 рублей 59 копеек. Дороже 95-го, тем более дороже 92-го. Неудивительно. Бензин для автомобилей с высокими мощностями. Кстати, если заправить его в автомобиль, который более-менее слабый, то расход только увеличится. А вот скорости, пожалуй, что и не прибавится. Посмотрим, что там прибавилось, не прибавилось на рынке валют. Давайте взглянем, что происходит с долларом и с евро сегодня. Доллар стоит 66 рублей 24 копейки за единицу. Он немножко просел в курсе, пошел на небольшое понижение. Евро решил не отставать и тоже слегка сдал позиции. 74,90 стоит единица на рынке прямо сейчас. Вот такие цены сейчас на рынках, на топливе и на рынке валют. На самом деле знать их важно, важно отслеживать, потому что порой на хорошо сэкономленные деньги можно не только заправить полный бак, но и заправить два, три. Можно и заправить. Я вот все, я только что прочитала такую новость в интернете и жду, пока этот сервис появится у нас. Рассказываю. Ну-ка. Что запустили в Москве? Начинается так. Достал начальник, сосед паркуется на твоем месте, бывший негодяй, ну вот и прочее количество подобных перечислений. Тогда обращайтесь к нам. Что они делают? Ну не к нам, а в сервис. Мы ничего такого не делаем. Да, приезжает курьер. И вот когда, вот есть же очень много видеоматериалов, когда поздравляют на день рождения с помощью сладкой начинки, пирога, тортика какого-то. И поздравляют каким образом, поздравляют им в лицо. Собственно, вот этим и занимается этот сервис. Называется «Месть». Не скажу какая, но там вот описание есть. Ох, ну можно догадаться, какая это «Месть». Ясно, что они лицеприятные. На самом деле нам есть, что вам показать. У нас есть целый списочек людей, которые, возможно, заслужили, ну, как минимум, сладкий торт в лицо. Потому что они регулярно попадают на видеорегистраторы наших дорогих крымских автолюбителей, которые фактически как операторы ездят по Симферополю, видимо, заправляются, слушая мои рекомендации, и снимают, и снимают. Прямо сейчас вам все это и покажем. Так хочется почувствовать себя пилотом «Формулы-1» и оказаться не водителем бетономешалки, а за рулем гоночного болида. Но если судьба распорядилась иначе, приходится работать с тем, что есть. Как заявляет хозяин видеорегистратора, этот автобетоносмеситель не удалось догнать даже на скорости 120 км в час. Еще не успели убрать куски стекла и пластика, как на заколдованном перекрестке вновь случилась авария. На этот раз не повезло «Газели» и маршрутке. Перекресток Красноармейска и Чехова узнают с первого взгляда. «Угадай, где», — грустно шутят пользователи. Произошло серьезное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и троллейбус. Как говорят очевидцы, это полностью парализовало движение. Водители, вынужденные объезжать место аварии, организовали новый затор в дворах рядом с происшествием. Этот инцидент остановил транспорт на несколько часов. Возможно, на этом участке дороги пешеходов ставят ступор такого количества переходов, что обращать внимание на сигнал светофора нет времени. А все-таки стоит это делать, потому что реакция водителей непредсказуема. У этого она оказалась хорошей. Видимо, жители общежития медуниверситета забыли, что сейчас уже не средневековье, и для мусора есть специально отведенные места. А возможно, это новая версия мусоропровода. Но явно не слишком удачная. Когда-то наше водохранилище называли Симферопольским морем. И как любимое место отдыха, оно до сих пор хранит следы отдыхающих. Мусорные следы. К сожалению, с каждым днем ситуация усугубляется. Но пользователи сети призывают провести субботник, после чего, мы надеемся, водохранилищу вернется былой облик. Ну и в тему интернет-ресурсов. Московские полицейские бьют тревогу из-за рекордного числа преступлений с использованием интернета. Вот что делать с наступившим будущим, они не знают. Как отчитались на совещании МВД по итогам прошлого года, лицо преступности изменилось. Теперь в тренде дистанционные кражи с банковских счетов, электронных кошельков и пластиковых карт. Их процент подскочил на 90%. Если быть абсолютно точной, 89,6%. Ну то есть очень сильно. Это серьезные цифры. Сколько уже можно использовать такое прекрасное изобретение как средство для манипуляций, да и для того, чтобы кого-то обмануть? Ведь с помощью интернета можно сделать столько удивительных, интересных, а главное, ну действительно значимых вещей. Например, связываться и выходить в прямой эфир, находясь в центре города. Кстати, прямо сейчас так и сделает наш чудесный корреспондент Оля. Оля гуляет где-то там. Я не могу понять, где это. Друзья, наверное, не нужно отгадывать, где я нахожусь, потому что все видят, что это стадион. Собственно, почему я здесь? Потому что наши симферопольцы очень любят спорт и активно им занимаются в любом возрасте. Вот, к примеру, хочу поделиться с вами и познакомить вас с Галиной Васильевной. Галина Васильевна, доброе утро, здравствуйте. Расскажите, что для вас спорт, как часто вы сюда ходите и занимаетесь? Я хожу сюда каждый день в любую погоду. И кошка моя со мной ходит, только про кошку никому не рассказывайте. И кошка тоже кружочек пробежит, потом ложится. И домашний питомец ваш тоже всегда сопровождает, да? Да. И вы знаете, это так прекрасно. Если я по какой-то причине пропускаю внутреннюю разминку, зарядку, как хотите, у меня потом и настроения нет целый день. А так приходишь, такой заряд бодрости. То есть это помогает вам всегда чувствовать себя в тонусе. Да, как-то так. Галина Васильевна, какая вы умница. Главное, чтобы каждый, каждый симферополец вот так выходил, как эти люди, на стадион, несмотря на морозы, несмотря на любые какие обстоятельства. Собственно, что я буду сейчас делать? Мне пора бежать, потому что я присоединяюсь к этому движению и буду чувствовать себя хорошо. Студия, вам слово. Надеюсь, Оля будет бежать и при этом смотреть себе под ноги, потому что нельзя разбить нос. У меня была такая практика, я в этом специалист. Полностью разбитый подбородок. Я надеюсь, что Оля бежит к следующей точке, где она будет стримить. И, надеюсь, своих котов с собой Оля не взяла, потому что животные могут... Ну, вот спортсмен это... Вот спортсмен, животные могут только разбежаться. Ну, на самом деле, что правда, то правда. Скоро весна, скоро лето. Думаете, мы не знаем, а мы все знаем. Вы просто все хитрые и готовитесь к летнему сезону, чтобы на пляже быть в форме, да что уж там на пляже, и в центре города красоваться в футболке или майке. Ну и правильно, хотя готовым нужно быть не только к этому. Физической подготовкой нужно уметь не только хвастаться, а и правильно пользоваться. Да, я знаю, что наш Никита Крылов вчера получил хороший урок, наглядный такой, мы продемонстрировали, как нужно не только заниматься спортом, а и вкладываться в нормативы. Для учеников старших классов в школе-гимназии номер 39 в преддверии 23 февраля устроили самую настоящую гонку героев. Почему такой формат лучше, чем, например, просто урок, урок, например, защиты отечества, как-то так они называются? Ну, потому что на этом мероприятии наглядно видно, на что каждый ребенок физически способен. Девушки, как зовут парня, который только что на старт вышел? На старт вышел Никита Литовченко. Меня тоже Никита зовут. Никита чемпион? Да, конечно. У нас все мальчики чемпионы. А как вы его поддерживаете? Кричалками. Автомат умеете разбирать? Нет. Наши мальчики умеют, но мы не учились. Они нас защитят. Вы хотели бы научиться? Да, хотели бы научиться. Никита научит. Никита научит. Никита, научишь девчонок автомат собирать? А? Смотрим. Все, договорились с Никитой. Никита, дай пять. Как сам, доволен прохождением дистанции? Безумно. Безумно? Пойдем на вопросы, еще же надо ответить. Основное предназначение ПКМ, где применяются основные тактико-технические показатели. Калибр, вес, дальность, прицельность огня. Ага, то есть выбираем пулемет Калашникова и зачем он нужен, грубо говоря. Ну вот получается непосредственно пулемет, да? Вот. У него там... Так, калибр, калибр 5,45. Ага. Дальность. Ну, я точно не знаю дальность, но думаю, давай примерно. Ну, несколько километров. Калибр 7,62. Как зовут тебя? Как зовут тебя? На старте попытался узнать, как тебя зовут? Саша. Саша, извини, что отвлекают, но ты молодец, очень быстро все делаешь. Спасибо. В чем секрет? Годы тренировок с учителем ОБЖ. Ага. Годы это сколько? Два года. По рекорд сборки автомата? 40 секунд. Как это 40 секунд? Вот так вот. С закрытыми глазами сможешь это сделать? Нет. А во время того, как даешь интервью? Могу. Вот, молодец, это правильный ответ. Как правильно надеть противогаз? Зажмурить глаза. Так. Взял два пикта. Давай с калибра начнем. Какой калибр? Честно говоря... Ну посмотри на патрон. Ну давай. 7,62. Да. Правильно, да. Никита не знал этого. И я не знал, кстати. Ваш класс 10-й А, он станет победителем однозначно. Точно. А если нет, то что вы будете делать? Все равно поддерживать его, ведь они молодцы все. Нет, ну я думал, может, и вы автомат разберете, соберете, нет? Ну, можно попробовать. Ну, можно попробовать. Хорошо, договорились. Команда, один из этого Аплаза, заняшная тема. Расскажи, как капитан команды, ты рад, что вы победили? Конечно, рад. Команда, а вы хоть рады, а то стоите в первом месте. Очень рады. Кто мне обещал, что команда победит? Перед стартом. Говорил? Молодец. Поздравляю вас. Ребята действительно молодцы. Спасибо. Никита, двойне поздравления. Меня тоже Никита зовут. Девчонки, ну не первое место ведь. Не первое. Идем автомат разбирать? Нет, нет. Сложно? Для первого раза сейдинг. А вы думали, парням будет просто? Конечно же нет. Мы же болели. Мы болели за них, мы переживали. Все, девчонки, тренируйтесь. Ну все, друзья, праздник закончился. Надеемся, что в следующем году уже девчонки смогут автомат правильно разбирать, собирать. Но мероприятие было хорошее, и мужчины могли себя показать, и девчонки увидели, кто есть кто. С наступающим 23 февраля. Ну на самом деле, когда смотришь на наших красивых, сильных, а главное ответственных и умных мужчин, кажется, что у них все получается очень просто. Никита еще так отвелся, показал, кто есть кто. Действительно, кто есть кто может показать и гонка героев, но не только. Поведение в обычной жизни не менее важно, да, даже в какой-то мере и более, потому что, раскрываясь по-настоящему, в обычных будущих делах мы можем быть настоящими героями. Например, мы можем дать кровь или дом прекрасным четверногим друзьям. Одного из них мы вам прямо сейчас и покажем. Перед вами небольшая симпатичная охранница. Зовут Тигруля. Ласковая, дружелюбная собака. Звоните. Тигруля привита, стерилизована. Телефон. Плюс 79 78 863 11 03. Смотрю на это животное, конечно, без эмоций остаться очень трудно. Кажется, что она прямо-таки улыбается. Может быть, а я знаю, кто еще будет улыбаться на наши, наверное, военнослужащие, потому что российский флот получит наземную замену ГЛОНАСС. То есть оборудование для высокоточной радионавигационной системы поступит в этом году в опытную эксплуатацию на корабле одного из военно-морских флотов России. Она позволит определить географическое положение объекта, во-первых, его скорости, высоту, во-вторых. Ну и с точностью абсолютной, значительно повышающей данные, превышающей данные ГЛОНАСС или GPS. То есть еще точнее, еще выше, еще сильнее, и все как в том дивизии воздушно-десантных войск. Или баскетболистов. На самом деле, плохо ориентируюсь, не зная разницы между ГЛОНАССом и GPS, но, насколько я понимаю, ГЛОНАСС это та самая штука, которая установлена у водителей, которые работают на государство. Правильно? Это какая-то система трекинга, отслеживания, по всей видимости. Ну да, им же нужно, получается, все время наблюдать за различными объектами, при том, что это должны быть максимально точные данные. И поэтому для наших действительно военных, ученых, невыполнимых задач нет. Знаешь, у меня тоже однажды была невыполнимая задача. Я пользовался GPS-ом. Хотел, значит, я на нем доехать до точки назначения. Она была достаточно далеко, честно, уже не помню, что это. Но смысл в том, что карта повела меня по заколукам, налево-направо, там под ямами, там под мостом. И в итоге я приехал, не поверишь куда, в самый настоящий тупик. Я уперся в скалу. В прямом смысле. GPS привел меня в скалу, и он предлагал мне проехать ее насквозь. Но дело в том, что это была не просто какая-то горная тропинка, а вот такая массивная монолитная стена известняка. И, конечно же, опять мне пришлось ехать 40 минут обратно по этим поселениям, чтобы выехать на трассу. Вот так вот, наслаждайся, Артем. Сезди туда, не зная куда. Да, да, потом. Вот, но GPS-штука, на самом деле, удивительная и более-менее точная. Я не знаю, что произошло тогда, возможно, я как-то поссорился с ним. А ведь, Саша, ты знал, что GPS вообще не связан с интернетом, и по интернету он не работает. Спутник же, да, насколько я знаю? GPS, на самом деле, вообще не отправляет никакого обратного сигнала. Это миф, поэтому отслеживать вас по GPS-у не могут. GPS исключительно принимает сигнал спутника. И, исходя из того, какой частоты к вам пришел сигнал и какие данные в него закодированы, телефон или отдельное GPS-устройство и определяет, где вы находитесь. Так что переживать нечего, отключать его можно разве что для экономии заряда. Никто за вами так не следит. А вот как за вами могут следить, так это по интернету. Ну, как минимум, те, кто интересуется вашей жизнью, листает социальные сети и смотрит, что же вы там загружаете на видеохостинге. И вот поэтому я предлагаю посмотреть, что же там загрузили на видеохостинге пользователи по всему миру. Прямо сейчас. Возвращение героя. Известный блогер-защитник животных выложил видео своей встречи со львом. Молодой, 80-килограммовый царь зверей, как видно, очень рад старому другу. Совсем не по-королевски он прыгает на человека и валится с ним на землю. Хоть и большая, а все же кошка. Популярность набрал ролик еще одного блогера. На своей странице молодой человек показывает, как можно применять акробатические труки в повседневной жизни. Он ловко преодолевает заборы и другие препятствия. При помощи кульбита укладывается на полотенце на пляже. А вы так можете? Хитрое устройство для любителей порадовать себя сладким за работой. Механизм стреляет конфетами прямо в рот. Так что можно не только не пачкать руки, но и не отрывать их от клавиатуры компьютера. В этом деле главное знать меру. Если дельфин и не друг человеку, то как минимум дружелюбный сосед. Любитель каячного спорта собрал себе компанию из четырех любопытных дельфинов. Морские млекопитающие, кажется, понимают, что их снимают и начинают позировать. В сети пишут, в точности как морские собаки. Главное не перепутать с акулами. Не забудьте надеть куртку. Ожидается легкий бриз. Такой ролик разлетелся по сети. Сильный ветер застал людей, отдыхающих в парке фрасплох. Резкие шквалы подняли туалетные кабинки высоко в небо. Картина фантастическая. Никто не пострадал. Огромная льдина чуть не убила, но при этом ни капли не испугала жителя Йошкаралы. Ледяная глыба упала возле головы пешехода, но тот, видимо, привыкший к таким сюрпризам, не смутился и продолжил себе идти дальше. Ничего не скажешь. Мужество – важное качество. Без последствий после сильного снегопада не обошлось и в Миссури. Там на обледеневшей дороге столкнулись 50 автомобилей. Из-за плохой видимости водители просто не успевали сориентироваться и фактически на полной скорости врезались уже в образовавшуюся пробку. Будьте внимательнее за рулем. Ох-ох, столько всего происходит в интернете, что не уследишь. Ну, из-за работы, ясное дело. Ну, я знаю, в каком положении или в какую ситуацию можно точно сидеть в интернете и не ждать. Потому что ты в это время не работаешь, когда сидишь в декрете. Кстати, на эту тему мы сегодня и поговорим с нашим гостем. У нас в гостях Михалевский Леонид Вергельмович, замминистра труда и социальной защиты Республики Крыма. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Мы уже озвучили, анонсировали. Вот расскажите, пожалуйста, чем могут заниматься женщины, которые сидят в декрете. Может быть, как-то обучаться? Безусловно, в рамках государственной программы Республики Крыма о занятости населения есть такое мероприятие, где женщины, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, могут приходить в службу занятости и обучаться или открывать свое собственное дело, получить новую профессию, востребованную на рынке труда, которую, соответственно, центр занятости знает, какие профессии востребованы. Так что в этом плане есть все возможности для того, чтобы получить и обучение, и профессию, и повысить свою профессиональную подготовку. Переквалифицироваться, либо стать еще лучшим специалистом. А вот много женщин у нас как раз так и проводят во время декрете? Вы знаете, вот в прошлом году мы впервые сделали такой опрос на сайте Министерства труда и социальной защиты на территориальных отделениях службы занятости, которые у нас есть в каждом муниципальном образовании. Мы получили около 7 тысяч анкет, по которым мы определили и можем теперь ориентироваться, что более 75% женщин желают получить дополнительное образование или повысить свою квалификацию. Мы прекрасно знаем о том, что проходит время взять такую специальность, как IT-специалист, или работа с такими программами, как бухгалтерия 1С, кадры. Со временем, даже полгода, и все меняется. И подходы, и какие-то отчеты, формы. Поэтому для того, чтобы быть в курсе дела, когда женщина выйдет из декретного отпуска, ей, конечно, надо повысить свою квалификацию, пройти это обучение и быть в курсе всех дел, которые происходят по ее направлению. Вот сижу сейчас, слушаю вас и хочу что-нибудь спросить. Я понимаю, что тема совершенно не моя. Мне пока что в декрет не нужно, и я думаю, что будет и не нужно. Да-да, у меня разве что будущая супруга сможет идти в декрет. Но на самом деле о декрете есть с кем поговорить. Мы, например, вышли в город и взяли интервью, буквально порасспрашивали симферопольцев, что же они думают на тему декретного отпуска. Если женщина хочет посвятить жизнь ребенку и стать домохозяйкой, то дома. А так вообще, конечно, совершенно не надо. Мы всю жизнь учимся. Должна следить за своей фигурой, кушать хорошо, готовиться стать будущей мамой, воспитывать ребенка. А чем ей это нужно? Государство должно обеспечиваться, а не она сама. Она захочет, честно говоря. Тут у меня он четвертый, а жена не хочет выходить с декрета. Человек все время должен совершенствоваться. И женщина, которая отрывается на три года от коллектива, от друзей, ну, так скажем, немножко деградирует. Совершенствоваться и обучаться надо в любом положении, возрасте. Если есть время, конечно, надо не отставать от жизни, потому что я по своему возрасту тоже стараюсь не отставать. Да, я тоже подрабатываю дома. А сейчас же все в интернете это есть. Может, в интернете там найти какие-то дополнительные занятия. Пусть лучше с ребенком дома сидит и учится в интернете каким-то курсом там. Обучение никому не мешало еще. Всегда можно учиться, в любой момент. Женщины, не знаю, мне кажется так. К сожалению, государство сейчас мало выделяет денег. Ну, вообще, конечно, ребенок много очень времени занимает, но женщине все равно как-то хочется развиваться. Поэтому, ну, это здорово, когда есть чем учиться, есть время, и находятся как-то способы, чтобы развивать себя. Если эндорфины не отобьют желание, то можно саморазвитием заниматься. Можно узнать что-нибудь новое за это время. Ну, если есть время, конечно, у всех детишки разные. Как она сама решит. Может быть, какая-то профессия новая не помешает. Вообще, все новое, это замечательно. И человек должен жить, учась до конца и трудиться до последнего дыхания. Ну, я знаю, что вот у мужчины, допустим, одного была женщина, которая с четвертым из декрета выйти не может. Но вообще, если она вдруг решилась выйти из декрета, у нее же все права защищены. Безусловно. Трудовой кодекс обязывает работодателя, сохраняется рабочее место. И даже если происходят урожатные мероприятия, то, соответственно, другие предлагаются. И она остается. Это защищенная категория, которая непозволительна, так скажем, увольнению без основательных каких-либо фактов. Или даже по заявлению самой женщины. Просто это старая как мир история, да, когда девушка, уходящая в декрет, боится, что какая-то коллега до этого, которая пила с ней чай, ела пироженки, на самом деле займет ее прекрасное место, подсидит, а когда-то придет, скажет, ну, вот, я уже справляюсь с твоей работой и лучше тебя. Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что такого быть не может. Нет, не может, конечно. Все гарантии есть, да, и это хорошо, можно не бояться, и вот прям захотелось уйти в декрет. А, главное, не тебе. Ну, а что? Ну, а, кстати, мужчина тоже может уйти в декрет, да? Да, да. Вот. Он может получить отпуск по уходу за ребенком при соответствующих, да. Ну, конечно, условия должны быть специфическими, я полагаю, и не всегда радостными, правильно, когда мужчина уходит в декрет. Ну, бывает, да, бывают такие, да, ну, круговой кодекс гарантирует. А вот если женщина как раз обучилась и решила переквалифицироваться, да, получить другую квалификацию, чем она может заняться вообще? Ну, вы знаете, вот из того перечня или количества женщин, которые в прошлом году у нас обучились, это более сотни, если точно, это 128. Женщин прошли обучение, если мы посмотрим по каким профессиям, да, то это были различные профессии. Это и повышение квалификации повара, и работа с кадрами, с персоналом, работа IT-специалиста, специалисты юридической службы, экономики, бухгалтерия. То есть самые различные, те, которые востребованы, и они не хотят оставаться на месте, действительно быть впереди, быть на острее того нового, что происходит вокруг них. А бизнесом они могут заняться? Безусловно, да, в том числе и бизнесом. Но еще один аспект, на который я хотел бы обратить, что в том случае, когда женщина проходит обучение, да, по тем образовательным учреждениям, который в республике, ей гарантируется трудоустройство, заключается договор между работодателем женщины и центром занясти, и ее трудоустройство гарантировано. Вот это вот немаловажная деталь, чтобы у нас не получалось, что мы обучили, ну а дальше что, да, остановиться на месте, нет, невостребованная, это, вакансий нет, поэтому в этом плане, конечно, гарантия есть, и они будут трудоустроены, но и в том числе, конечно, они могут открыть собственное дело. Ну здорово, это вот женщины, которые успевают все, да, обычно про таких говорят. Да, это прекрасные новости, позитивная нота, как минимум, по крайней мере, я думаю, что мы некоторые страхи развенчали, вот, совершенно, и, наоборот, обнадежили людей, что, находясь в декрете, они могут заниматься не только полезными, но и правильными вещами. Спасибо вам большое за эту информацию. А я напомню, у нас в гостях был Леонид Михалевский, замминиститель министра труда и социальной защиты Республики Крым. Спасибо вам большое, приходите к нам еще. Всего доброго. А я вот, что вам хочу сказать. В декрете вы, допустим, работать очень правильно, но нужно уметь и отдыхать. Например, съездить в путешествие прямо сейчас. Маяк музей морской тематики, фисташковые и оливковые деревья, мыс Айтодор богат природными сокровищами. Прогуливаться здесь можно часами, если вы не боитесь крутых подъемов. Каждый уголок таит загадки, разгадать которые может даже самый невнимательный гость. Можжевеловый лес, римский военный лагерь, термы, бани в сочетании с живописными скалами и Черным морем образуют единый природный ансамбль. Местность одувает морской бриз, а воздух здесь целебный. Здесь все живет по законам Черного моря. Именно оно формирует погоду и настроение. Несмотря на то, что еще на улице Февраль здесь уже расцвели нарциссы. В ходе раскопок на мысе обнаружены развалины казарм и руины старого маяка, которые возводили еще греки. Кроме развалин старинной световой башни, здесь лежат остатки римской крепости Харакс. Римская терма на территории бывшего Советского Союза. Она единственная и находится у нас на маяке, на территории маяка. Вот в этом здании была парная, были комнаты отдыха, где гладиаторы устраивали помывку и отдых. Воду отсюда доставляли с горы Айпетри. Прослеживаются все помещения, которые должны быть. Раздевалка, парная, помывочная и открытая площадка для физических упражнений. Когда-то в эту арку в баню входили гладиаторы. Сейчас, как вы видите, тяжело пройти даже мне. Считается, что вода была привозной. Хотя кто бы строил крепость в отсутствии пресной воды. В термах выделялись комнаты для холодных и горячих ванн. Недалеко от римских бань древние бастионы. Чтобы к ним добраться, далеко в лес идти не нужно. В нескольких метрах от дороги оборонительные укрепления. От казематов остались огромные камни. Бастионы окружают краснокнижные можжевельники и величественные дубы. Ну, посмотрите, на скале, практически на скале стоит дуб. И тоже не меньше, чем эта офисажка дикая. Наверное, тысячу лет это однозначно не может. Каждый, кто побывает здесь, словно попадает в царство моря и камня. С древних времен этот острог считался ориентиром для мореплавателя. Неподалеку от маяка сохранился древний лес, где когда-то ходили римские легионеры. Кажется, что здесь все незыблемо. А скалы и лес в ожидании очередных гостей, которые также пытаются раскрыть некоторые тайны древнего мыса Айтадор. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня. А ведь на путешествия нужно доехать. И это могут не дать вам сделать пробки. Прямо сейчас я вам о них и расскажу. Я уже все открыл, все посмотрел. Сейчас давайте посмотрим еще раз вместе. Только что, правду вам говорю, в центре города была авария, отмечена ярким знаком. Сейчас ее нет. Ну и хорошо, можем только порадоваться. Но давайте все-таки поищем. Интересно все-таки, что же там произошло. Так, так, так. Ну, вот и нет уже аварии. Хорошо. Тогда давайте посмотрим, что там происходит в центре города. Улица Ленина традиционно стоит, фактически не движется. Пробка красного цвета. Почти как сигнал светофора, обозначающий стоп. Конечно, это все недалеко от Екатеринского сквера. Улица, между прочим, стоит в два направления. Можно сказать, что ситуация для Симферополя частая. Хотя вот проспект Кирова, на удивление, с одной стороны кольца зеленый и слегка желтоватый. Ну, а с другой стороны, конечно, красный. Идем дальше. На этом не останавливаемся. Вот он. Да-да-да. Проспект Кирова, начиная от Куйбышевского рынка, от площади Куйбышева, стоит красным. Ну и, конечно, повторюсь традиционно, Киевская перед Куйбышевским кольцом тоже красная, как и проспект Победы. Неудивительно. Одна из основных развязок города. Сейчас все спешат на работу. Видимо, как раз те, кто не послушал наш совет и не выехал немного раньше. Что ж, теперь вы образуете пробку. Не отчаиваемся. Сейчас я посмотрю, можно ли это все объехать. Посмотрим, что там происходит на объездных. Объездные, ну, благо, зеленые. По-настоящему зеленые. Только на транспортных развязках мы видим красный и желтый цвет. Смотрите, вот тут есть прямо осенне-желтый участок. Посмотрим, что здесь происходит. Это улица Гоголя, это улица Горького, это улица Толстого. Это, конечно же, все тоже проспект Кирова, Жуковского. И улица Толстого. Они у нас тоже желтые. Движение медленное, но все же есть. Все еще можно выехать. Все еще можно не опоздать. Слушайте нас, воспользуйтесь советом и едьте по зеленым улицам. Хотя, конечно, советую выезжать пораньше. Несмотря на то, что морозно и холодно, зато вы сэкономите время. Кстати, про морозно и холодно. Расскажем вам сейчас, как обстоят дела с погодой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неделя у нас началась, тем более уже середина недели, не только такая холодная, как показывают сейчас, показали наши дизайнеры, да, которые создавали эту графику, но и несколько тропическая. Знаешь, почему? Интересно. Сейчас расскажу, почему у нас еще и тропическая в Крыму-то. Украинцы чемоданами везут в Крым бананы и апельсины. Ну, то есть, серьезно, чемоданами, прям в прямом смысле слова. За прошедшую неделю специалисты Россельхознадзора больше 40 раз пресекли попытки украинцев, следующих через госграницу в Крым перевезти к нам на полуостров вот именно бананы, апельсины, экзотические фрукты. Вот что-то им хочется очень нас накормить. Да хотят люди смузи делать просто, понимаешь, по дороге. Ну, конечно, дорога утомительная, устаешь, а тут быстренько на заправке в блендере и выпил. Между прочим, я смузи обожаю. Но знаешь, ты мне напомнила вот что. Недавно для меня было открытием. В Крыму, оказывается, в некоторых теплицах растут свои цитрусовые. Например, крымский лимон. Ты пробовала когда-нибудь? Да, у меня у мамы в горшке рос как-то. Ну, у мамы в горшке это не только крымский, но и мамин лимон. А в Крыму растут настоящие крымские лимоны, скажу тебе, кислые. А у нас еще гранаты растут. Вот лично у моих родителей во дворе растет, ну, сколько там, у нас, наверное, деревья 16, граната очень вкусного. Особенно если его перед тем, как кушать, положить в холодильник буквально на полдня, это самый вкусный гранат в мире. Да, возможно, но очистить гранат, я тебе скажу, такое себе удовольствие. Никогда этого не умел. Постоянно весь грязный в этом соке, липкий. Ходишь мыть руки перед тем, как просто сесть и насладиться, ну, правда, сладким фруктом. На самом деле, живя в Симферополе, совершенно забываешь, в каком удивительном месте мы располагаемся. В каком удивительном? Я говорю, не про студию сейчас, хотя тут тоже весьма удивительно. Я говорю про Крым. Пожалуйста, на Южном берегу растет самый салаткий в мире лук. Инжиры. Прямо недалеко от Симферополя и ближе к Южному берегу произрастает виноград, подсолнухи, да, как выясняются, лимоны. И вот не только у Саши, но и гранат даже растет. Ну, ты представляешь, насколько это удивительно? Фактически субтропики. Ну, не зря к нам еще. Видишь, у нас, видимо, считают, ну, крайне, что у нас не хватает пока своих все-таки продуктов, поэтому подкармливают нас и заботятся. Вот так вот. А мы заботимся о том, чтобы вы знали, где в Симферополе, когда, где, будучи в Симферополе, вы бы могли насладиться не только вкусными фруктами, но и природой. Да, это, конечно. Более того, я вам скажу про вкусные фрукты, совсем забыл похвастаться. А дома у меня растет авокадо. Правда, в Крыму оно не плодоносит. Ну, все-таки, видимо, почва не та, возможно, погода не та. А вот что с почвой в Крыму на самом деле интересно, так это всякие отложения, в том числе и мертвые коралловые рифы. Представляешь? Я бы хотела посмотреть на эти рифы. Вот прямо сейчас мы вам покажем, расскажем, да и вообще поделимся, где можно откопать свой собственный окаменелый коралл. Кстати, что это? Юбочка его видна, а вот его верхушка. Да, тут зачастую они попадаются. Ну, вот так днями, часами хожу, ищу вкрапления кораллов в породе, выбиваю, а потом часами дома их чищу. Как нет золота в серых горах, так нет кораллов в Черном море. Но крымские хребты таят множество тайн. Морских животных можно отыскать здесь среди выступов пород и росы пищебня. Однако разглядеть сокровища прошлых эпох в осколке известняка может только специалист. Валентин Вербицкий занимается палеонтологией с 14 лет. Сегодня он стал нашим проводником в настоящей экспедиции по поиску древних рифов. 160 миллионов лет назад на месте солнечного полуострова находился теплый и неглубокий океан Тетис. Он кишел жизнью. В том числе там обитали кишечноколосные животные, известные сегодня как кораллы. Их остатки сегодня легко можно отыскать в крымских горах. Лучшее место для поиска кораллов – сломы горных пластов. Здесь под действием ветра и воды мягкая порода разрушается, а более плотные окаменелости выступают на поверхность. Высоко в горах на любой высоте можно находить разные интересные окаменелости. Вот в данном участке я нашел трубчатые кораллы. Где есть выходы породы, там я смотрю вкрапления. Если есть какое-то там вкрапление коралла или осколок раковины, я начинаю здесь поиски. И благодаря молотку и зубилу, пытаясь отсюда уже выбить окаменелость. В этих округлых камнях трудно признать останки древних кишечнополосных. Их известковые скелеты были изломаны сотню миллионов лет назад и залиты древними глинами. В таком виде они сцементировались и стали неотделимы от породы. Тем не менее, восстановить облик юрского рифа все же возможно. И это главная мечта Валентина. Тут ему пригодилось ювелирное образование. А для упрощения работы мастер изобрел даже свой личный метод. Масло еще и на солнце мы видим границу коралла и лишней породы. То есть оно как бы выделяет. Потому что вода, она имеет свойство высыхать, а масло, оно не высыхает. И вот под маслом я, естественно, обрабатываю. А потом вскрываю после обработки маслом, так же, чтобы передать фактуру. Лишнюю породу приходится удалять по миллиметру. На обработку такого кусочка уходит от трех до восьми часов. Каждый обломок – элемент большого пазла древнего кораллового острова, который по крупицам воссоздает коллекционер. Однако риф – это не только кораллы. Здесь также обитали ныне вымершие морские лилии, сотни видов моллюсков. Среди находок Валентина уникальные экспонаты, заслуживающие место в лучших музеях мира. Ее определили как пурпура идея. Вот такой сохранности, конечно, такой раковины нет в Крыму и нет в России. Не так давно в окрестностях Гаспры Валентин Вербицкий нашел зуб плеозавра – древнего морского ящера. Такая находка первая на полуострове. В палеонтологии занимались в начале того века более плотно в советские времена так себе. А в 90-е годы, естественно, об этом всем забыли. И на сегодняшний день, в принципе, никто не занимается палеонтологией Южного побережья. Коллекция палеонтолога растет, а вместе с тем и растет желание делиться знаниями с людьми. Сегодня главная мечта Валентина – создать настоящий интерактивный музей, где каждый желающий сможет прикоснуться к окаменевшей странице жизни полуострова. Иногда для того, чтобы найти сокровища, не нужно уходить далеко из дома. Они лежат прямо под вашими ногами. Изучайте Крым и вдохновляйтесь его природой. Крым и вдохновляйтесь его природой. Культура с Куприяновой. Каждый понедельник в 19.30. Красивая картинка. Две красивые картинки подряд, я бы даже сказал. Во-первых, сокровища полуострова. Абсолютно согласен с Сашей. Да что уж там, мы каждый день ходим ногами по огромному сокровищу, которое расположено в Черном-Черном море. Ну и, конечно же, красивый анонс. Наверняка очень интересный, яркий передача. Да, у Оксаны Куприяновой прямо-таки смотришь этот анонс и погружаешься в ту непревзойденную атмосферу, какую-то возвышенную. И сразу хочется стать немножко окультурец. Хочется не только окультуриться, а и узнать о том, что там в мире происходит. Именно поэтому предлагаю связаться с нашим прекрасным ведущим новостей и узнать, что же там он нам сегодня расскажет. А у нам, поверьте, есть что спросить. Доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Артем. Сергей, скажи, пожалуйста, как же ты выглядишь так бодро, так свежо и так уверенно? В чем секрет твоего пробуждения? Знаете, секрет моего пробуждения, мы договорились с моей женой, что каждое утро у нас будет не похоже на другое. И каждое утро меня ждет, пускай и одинаково вкусный кофе, но всегда по-разному вкусный завтрак. И хорошее настроение – это единственное, что может сделать мой день. Ну это здорово, каждое утро готовить новый завтрак. У твоей жены безграничная фантазия, мне кажется, просто. Я думаю, что она его готовит с вечера. А вот еще и лайфхаки. Что на повестке, скажи, пожалуйста? Среда обещает быть информативно насыщенной. В течение дня мы расскажем о встрече детей из Сибая, которые прибыли на оздоровление в Крым. Прибыли. О новых квитанциях на оплату мусора и электроэнергии, о том, что нового нашли археологи на раскопках в Севастополе. И, конечно, на нашем канале вы увидите ежегодное послание президента России Владимира Путина федеральному собранию. Смотрите «Крым-24», оставайтесь с нами и будьте в теме самых актуальных событий полуострова и всей страны. Спасибо большое, Сергей. Мы обязательно будем смотреть «Крым-24». Хорошего тебе эфира. Вот такое утро, значит, у нас было, а будет еще более информативным и насыщенным, потому что самые интересные и самые актуальные и важные новости Сергей расскажет, как всегда, идеально. Ну и мало того, в течение дня он будет рассказывать самую свежую, оперативную, интересную и самую важную информацию, потому что наши телеканалы работают все время и делают все, чтобы вы узнавали о главных новостях первыми. Ну а наша передача подходит к концу. Ничего страшного, мы увидимся с вами не совсем скоро, но все же на экранах еще появимся. С вами была Саша Корнович, просто прекрасный учезарный, и Артем Андроновский. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok